МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире нашего телеканала программа Калейдоскоп. К сожалению, погода не радует нас солнышком и теплом, но это не повод сидеть дома. Сегодня мы постараемся рассказать вам, где можно провести свое время интересно и с пользой. Прекрасный вариант вечернего времяпрепровождения – поход в театр. Правда, еще не везде открылся сезон, но вот музыкальный театр уже ждет своих зрителей на премьерный спектакль. Рязанский музыкальный театр приглашает зрителей стать свидетелями веселой и запутанной интриги. Ведь первой премьерой сезона стал спектакль «Проделки ханумы» режиссера Владимира Бородина. Наверное, сюжет, положенный в основу спектакля, знаком многим по телевизионному фильму, снятому в 1972 году. Однако поставленный в Рязани спектакль кардинально отличается от того, что видит зритель в телевизионном варианте. Там у Герри Санча спектакль с музыкой. То есть великий грузинский композитор Гея Кончели написал музыку к спектаклю Товстоногова. Это было персонально написано, так, конечно, конкретно. Но музыкальные театры ухватились за это. И взяв за основу мелодии, ритмы и, так сказать, гармонию кончили, хорошо ее развили и усилили, скажем так, усилили. И у нас будет не спектакль с музыкой. У нас будет стопроцентно музыкальный спектакль. С увертюрой в начале, с ритмотивами практически каждого героя, с ансамблями, с развернутыми, чего не могло быть в БДТ, ну, просто по природе вещей. С включением балета, театра. В общем, полноценная музыкальная комедия. Спектакль получился ярким и многоцветным, как сама Грузия. Премьера состоялась 9 сентября. А вот поставили его, как нам признается режиссер, в рекордно короткие сроки, чуть больше, чем за месяц. Перед премьерой Владимир Бородин, приехавший для постановки этой комедии из Белгорода, отметил, что несмотря на сжатые сроки, у них все готово. Однако режиссер никогда не бывает доволен результатом. Все не то, все не так, все не так, тут опять пропустили, тут опять махнули, тут оценки нет, тут заторопили, тут не вняно прыгали. Спектакль, он как дитё. Вот его дитё поставили на ножки, уже оно, так сказать, топ-топ-топ-топ-топ, но пока ещё не бегает быстро. А это нормальный спектакль, где-то на пятый, седьмой, ну, в идеале на десятый спектакль он становится. Потому что актуры должны вжиться, ведь при всём при том, костюмчики-то у нас той эпохи, 1872 года мы старались. Это не этнографическая точность, но стиль того времени. И как мне актесса одна говорит, а как же у меня такие крылья тут? Я говорю, ну, вот так вот носили, ты княжна, у тебя должен быть роскошный, роскошный костюм. Кстати, этот спектакль Владимир Бородин ставит уже не в первый раз. Ровно год назад именно проделки Хунумы открыли театральный сезон в Донецке. Ну, а сегодня все рязанцы имеют возможность насладиться этой удивительной музыкальной постановкой. А ещё в дождливый осенний день можно посетить один из музеев Рязани. Ну, например, Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник. Сегодня, помимо основных, постоянных экспозиций, там работает выставка «Рязанский Кремль. Второе рождение». Фотовыставка «Рязанский Кремль. Второе рождение» уже экспонировалась в стенах музея около 10 лет назад. Тогда, после включения Кремля в список федеральных памятников, сотрудники хотели показать, как изменились постройки, входящие в архитектурный ансамбль в ходе реставрации. Сегодня же задачи этой выставки немного иные, а именно рассказать рязанцам, что это волшебное преображение древних зданий было бы невозможно без заслуженного работника культуры и выдающегося реставратора Ирины Валентиновны Ильенко. Родилась Ирина Валентиновна в 1921 году. В Замоскворечии она жила. Родитель её, папа был из прибалтийских немцев, мамы из старообрядческого рода. Из Замоскворечии прошла её детство и юность. В 1939 году она поступает в Московский архитектурный институт. Правда, пришлось сделать перерыв, потому что война, и доучиться ей пришлось только в конце 40-х годов. А вот с 1951 года она уже начинает самостоятельную деятельность под руководством Евгения Васильевича Михайловского. Она приезжает, наверное, впервые тогда в Рязань. В этот архитектурный ансамбль она влюбилась с первого взгляда и практически всю жизнь положила на восстановление зданий в него входящих. Сегодня сотрудники музея вспоминают, что работала Ирина Валентиновна очень скурпулёзно и даже самым незначительным деталям уделяла большое внимание. Реставрация Рязанского Кремля проходила в разные годы. Что-то было сделано в то время, когда её курировала Ирина Ильенко, а что-то уже гораздо позже. Например, вот в 2008 году было сделано по дворцу Олега крыльцо, вот это вот нарядное двухэтажное, которое все сейчас с удовольствием лицезреть могут. Это целиком и полностью её исследование, сделанное ещё в начале 80-х годов. Что там было крыльцо, она установила примерные его очертания, нашла в результате археологических раскопок его фундаменты и так далее. Потом крыльца у певческого корпуса, у консисторского корпуса, это всё целиком и полностью восстановлено по её проектам. К сожалению, Ирина Валентиновна была человеком абсолютно непубличным. Именно поэтому в музее практически не осталось её фотографий. Зато о ней напоминает каждый отреставрированный памятник архитектуры, которым сегодня мы любуемся и восхищаемся. Ну а 15 сентября в Рязанском Кремле решили вспомнить о личности Прокопия Липунова и его вкладе в историю России. Эта своеобразная акция памяти была проведена музеем при поддержке военно-исторического общества для того, чтобы рязанцы лишний раз вспомнили о нашем земляке, замечательном политическом деятеле эпохи смутного времени Прокопия Петровича Липунове. Именно он являлся руководителем первого ополчения, которое ещё в 1611 году пыталось освободить Москву от польских интервентов. Так случилось, что сегодня больше информации о втором ополчении, которое возглавляли Минин и Пожарский, а вот о нашем земляке незаслуженно забывают. Нельзя забывать о том, что начиналось-то это всё именно на рязанской земле и формировалось первое ополчение под руководством именно рязанского дворянина Прокопия Липунова. Надо сказать, что среди рязанских учёных, историков, конечно, это очень популярные фигуры, о нём знают очень многие. И, конечно же, вот эта обширная историография по смутному времени, она никаким образом не обходится без этой замечательной личности. Но это всё в среде историков. А вот в широкие слои населения почему-то вот эта вот история совершенно не проникает. И мы стараемся, пытаемся уже не первый год, чтобы это тоже стало общим достоянием. Рассказывать о личности Прокопия Липунова можно долго. Если вы действительно заинтересовались историей жизни этого человека, вы найдёте немало информации о нём в учебниках, интернете или здесь, в музее. Кстати, в экспозиции представлены предметы, напрямую с ним связанные. Это крест, дарованной церкви напомин души Прокопия Петровича, и синодик Спасо-Преображенского монастыря, в котором упоминается род Липуновых. Ну а музейные сотрудники с удовольствием расскажут вам не только об этих предметах, но и, в общем, об истории смутного времени и роли, которую сыграл в этих событиях Прокопий Липунов. А вот в библиотеке имени Горького можно познакомиться с уникальными фотографиями, которые в 30-е и 40-е годы сделал сам Константин Паустовский. Что ещё интересного можно увидеть на выставке глазами художника, расскажем в следующем сюжете. В 2017 году исполняется 125 лет со дня рождения известного русского писателя Константина Паустовского, который, как мы знаем, с особой любовью относился к Рязанскому краю. Но мало кому известно, что он не только писал о Мещуре, но ещё и фотографировал её. Именно снимки, сделанные писателем в 30-е и 40-е годы 20-го века, и составили основу выставки глазами художника. Эта экспозиция является совместным проектом Московского литературного музея Центра имени Паустовского и библиотеки Горького. Когда выставка из Петербурга приехала к нам, а она экспонировалась совсем недавно в Санкт-Петербурге, то мы, развесив эти фотографии, уникальные документы Константина Георгиевича Паустовского, сделанные именно Константином Георгиевичем, мы подумали, что эту фотолетопись нужно дополнить. Дополнить своими изданиями, изданиями из фонда библиотеки имени Горького. И когда стали отслеживать то, что хотелось бы здесь выставить, оказалось, что на самом деле документов очень много. Здесь можно увидеть ноты из личного архива Константина Паустовского, прижизненное издание его произведений и даже пластинку с голосом автора, где он читает всем известный рассказ телеграмма, который так потряс Марлен Дитрих. И все это в обрамлении чудесных фотографий, на которых сегодня мы можем увидеть салочу глазами самого Паустовского. Салочу, которой, по сути, уже нет. На открытии выставки пришло много гостей, среди них были и представители национального парка Мещера. Дело в том, что мы сотрудники национального парка Мещера. Мещера, о которой писали, которую воспевали многие писатели-поэты, в том числе и Паустовский. Поэтому не приехать на мероприятие, связанное с Константином Георгиевичем, который говорил, писал о Мещере. Мы просто не имели права не увидеть те фотографии, которые сделаны самим художником и предоставлены фондом Литературного музея Паустовского в Москве. Мы тоже просто не могли. Дело в том, что вся информация, связанная с Паустовским, все-таки должна нами изучаться, пополняться, потому что от нас она уже идет к тем гостям, которые посещают национальный парк. По всей видимости, эта выставка стала первой в череде мероприятий, посвященных Константину Паустовскому. И главная цель – привлечь внимание и к личности писателя, и к его творчеству. Прежде всего, наверное, задача в том, чтобы не превратить этот год юбилейный в череду таких дежурных, официальных, пусть очень даже интересных мероприятий. Почему? Потому что нужно использовать вот эту возможность, опять же, такую достаточно формальную, для того, чтобы привлечь внимание и читателей, и зрителей, ну, то есть, публики, проще говоря, и к этому имени, и самое главное, к творчеству, и к тем идеям, к тому содержанию, которое в этом творчестве заключено. Выставка «Глазами художника» – уже неплохой повод перечитать произведения Константина Паустовского и задуматься над теми темами, которые затрагивал в них писатель. Ведь они остаются актуальными и по сей день. Мы привыкли, что в галереях чаще всего выставляются картины, скульптуры, ну и другие произведения искусства. Но есть в нашем городе одна весьма необычная галерея. Главными экспонатами в ней являются пряники. Галерея пряников совсем не похожа на обычный музей. Здесь не бывает скучных экскурсий, долгих рассказов, в общем, того, что чаще всего в тягость детям. А еще в этой галерее все экспонаты съедобные. Раскрашенные домики, составляющие пряничные деревушки с аккуратными заборчиками, скорее напоминают декорации к сказкам. Так что самые маленькие посетители так и норовят кусочек этой сказки попробовать на вкус. Однако большинство представленных здесь пряников не просто украшают галерею, а рассказывают удивительную историю этого кондитерского изделия, которые на протяжении многих столетий выпекают не только в нашей стране, но и по всему миру. Здесь вы сможете увидеть лецитарское пряничное сердце из Хорватии, лунные пряники Китая и даже мексиканских пряничных свинок. Кстати, в этой стране поводом к выпеканию пряников является весьма своеобразный праздник. В Мексике 2 ноября отмечается праздник День мертвых. И в этот день по традиции мексиканцы выпекают пряник, который называется маронитес. Это такие мексиканские свинки. Они в виде маленьких свинок. Их никак не украшают, а после выпечки, перед выпечкой мажут желтком. Поэтому они немножечко так, бавлё, такие блестящие, так сказать. Здесь же можно узнать и обо всем разнообразии русских пряников. Есть городецкие пряники, пряники из города Рыбинск. Есть, кстати, рязанский пряник из города Касимово, который почему-то некоторые рязанцы даже не знают о своем прянике. Он очень вкусный и особенный. Он с вишневой начинкой, не похож на русский совершенно. Расскажут в галерее пряников и о способах их приготовления. Так, раньше самым распространенным был печатный пряник, который изготавливался с помощью вот такой печатной доски. В старину мастеров-изготовителей этих досок называли знамёнщиками. Их любимым материалом была липа, но всё-таки чаще всего доски вырезались из нижнего ствола 30-летних берёз и груш. Расскажут тут и о секретах приготовления пряников. И более того, предложат вам самим испечь это кондитерское изделие и собственноручно его украсить. Ну что ж, на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого наилучшего. Увидимся ровно через неделю в калейдоскопе новых интересных событий. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Сёмкин